всем доброе утро иду на работу у меня сегодня ночью видимо форс-мажор произошел какой-то с загрузкой видео она у меня стояла на обработке как всегда утром я его доделываю видимо пока стояла на обработке компьютер решил перезагрузиться ему пара по барабану было что там работают в общем он перезагрузился видео естественно не доработалось и я его сейчас опять поставила чтобы она там работа я вообще человек пункту вами мне нравится делать что все пунктуально если сказала в 9.30 значит 9.30 но видно не судьба ничего страшного у нас сегодня нет ветра на улице прекрасная погода я в своих очках машинных они теперь уже машины официально вот собираюсь на пляж пошли машины помыть но это естественно все после обеда пока работаем надеваться надо работать я сегодня среда я думаю что сегодня мой обед так как я вчера налопалась всего что надо не надо сегодня салат едва и початок кукурузы никаких конфет фрукты буду зачем вот так вот что полопай что и потопаешь заехала я вообще на почту я заказывала себе патчи ну где-то наверное недели две назад по прослеживанию там можно следить за посылкой оно выходит что оно даже еще и не вышло из китая да то есть не прослеживается я уже хотел там типа жалобу писать а сегодня вижу мне пришло типа что-то но я даже не думал что это патчи а это они татам вот надо их посмотреть холодильник во первых поставить не знаю я первый раз вроде корейские но это конечно открыть либо зубами либо будем ломать ногти я не я буду если я не открою и и ой кстати нужно сейчас вам доделать видео я только пришла за делаю видео что-то на меня нет не загрузилась в общем кстати как мой блошины чарли иди сюда я ему вчера пипету сделали вот сюда так что он уже не блошины так как не могу прочитать ваши комментарии они еще не вышли вдруг будете писать а чарли блошины он уже не блошины он уже чистенький хорошенький и никаких блох у него уже нет вот видите это потом пройдет как в масле да вот такие патчи нами пришли да чтоб глазки были красивые не опухшие на такая красота такая баночка красивая такая красивая баночка но это как всегда везде зеленые зеленые пахнут конфетками в общем будем пользоваться сейчас холодильниках положу чтобы они холодильнике им были и пойду кушать я заехала в мир к дону купила колбаску брату хамончик ему купила что-то грязное что не пойму колбаску хамончик сырочек он все все больше ничего не буду покупать поэт потому что что-то туда-сюда и уже много всего набралось как бы сестра не послала но думаю не пошлет нормально все будет а вот и опять начнется у нас жизнь такая размеренная как всегда рутина сегодня на пляж хочу поехать еще и машину помыть в общем можно сказать что я была на пляже целых две минуты для меня некомфортная ситуация ветер волны я люблю купаться чтобы она была теплая или хотя бы было жарко хотя бы было жарко ни того ни другого нет поэтому поеду свою чушку помою для начала ноги надо помыть я все-таки их помочила в соленой воде и мою чушку пойду мыть а то она такая грязная дождей вроде бы не передают ой погода вчера замечательная было а сегодня а сегодня не очень так вот ножки помоем и все и поеду машину так вот и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Садо-пляжи Субтитры сделал DimaTorzok 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 Фиг поймешь эту погоду. Ну, для гулять, для ходьбы хорошо. Конечно, жарковато, но все равно мне нормально. Боссы. Как хорошо принять душ после того, как гуляешь с Чарли быстрым шагом и приходишь домой вся мокрая, потом холодный, прохладный душ. Вообще суперский. Сделала себе масочки с грязью. Вы знали, что вот эти маски, допустим, если написано 15-20 минут держать, да? Но если вы чувствуете, что она уже высохла и стягивает кожу, то ее нужно бегом-бегом-бегом смывать. Потому что пока она сырая, эта маска, то она отдает все свои вещества коже, увлажняет и все такое. После того, как высыхает эта маска, то влагу уже она берет из нашего лица. Эта маска с этими грязями всю влагу вытягивает из нашего лица, когда она сухая. Ну, это все логично, да? Но я почему-то раньше до этого не додумывалась. Пока не знаю, где услышала или прочитала. В общем, как-то так. Теперь я никогда не жду, пока она у меня высохнет. Прям чувствую, что кожу стягивает. И я ее бегом иду смывать. Вот, буду красивая, неотразимая ни в одном болоте. У меня еще мои патчи пришли. Будем пробовать. Ну, я думаю, что хуже не будет. Я в Меркадоне купила патчи, но они такие толстенные. Я пока эту наложила сюда, начала накладывать эту. У меня уже та была. Вот сюда стекла. Из-за того, что она такая толстая. То есть я сюда накладываю, А это так. И вот тут вот она уже, блин, патчи. Пришлось мне лечь. Так они не так стекали, а вот так уже. И, в общем, вот так пальцами я держала, чтобы они у меня не стекали. Это какой-то ад. А вот эти вот они тоненькие, такие хорошенькие. И вот они пришмандовываются нормально. Пришпаклевываются, прилепляются. Ну, в общем, вы поняли. Они не сползают вот так. Я ногти стерла, немного их спилила, потому что уже очень длинные. И мне неудобно с длинными ногтями. Начинаю, когда голову мою на работе, начинаю шкрябать ногтями. А ногтями голову мыть клиентам ни в коем случае нельзя. Только вот подушечками пальцев. Вот так массажируем, массажируем. Но это вам, наверное, не интересно. Вот. Это наши парикмахерские секретики. Ну, вернее, не секретики, это мучат. Что я сейчас буду делать? Ничего, сериал смотреть. Знаете, какой сериал смотрю? Декабристка. Очень интересный, кстати, сериал. Основан на реальных событиях. И мне прям понравился. Мне вообще нравятся сериалы после военных лет, когда вот всякие гулаки, знаете, вот эти вот всякие тяжелые времена были. Соседка вышла, Чарли начинает гавкать. Вот. Узнать, особенно если на реальных событиях, что это действительно так было, то прям вообще... Чарли! Но! Вот так вот. У нас соседка за час, два-три раза выходит, заходит, выходит, заходит. Но Чарли гавкает, когда он чувствует, что она с собакой. Собака у нее такая спокойная, а мой как этот. Ему лишь бы погавкать на эту собаку. Почему? Потому что Чарли очень ревнует. Он пару раз видел мужа, когда дверь открывали, и что тот гладил другую собаку. И все, он ее не взлюбил, и он ее не хочет даже чувствовать. Такого тремни у меня пес. Ты чего гавкаешь? Вот к себе кто разрешил? У меня еще там лаки стоят. Я думаю, может быть, накрасить или не накрасить ногти. Чего ты гавкаешь? О, моя лапа такая. Такой классный такой. Смотрите. Я бы его расцеловала, но, боюсь, ему маска для лица не очень подходит. Это у него другой тип лица. Другой тип кожи. Да? У тебя другой тип кожи. Правда же, Вить? У меня сухая, а у тебя так немножко влажная. Особенно с вот этим вот жиром, который у тебя там находится. Ты вообще... Да, да, да. Да, мой лап. Ой, такой хороший. Мой король. Да, ты мой король. Лежи, лежи. Я уже успела ногти накрасить в такой нежно-розовый цвет. Не обожаю этот цвет. Кстати, лак у меня этот от Кико. Не знаю, где, в общем, Кико. Кико, Кико. И сверху я вот таким вот типа эффект геля крашу прозрачным обычным. И вроде нормально. Недельку держится. Вот такие дела. Я почти уже все смонтировала. Завтра, завтра, завтра кое-что тоже есть у нас по планам. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все, как говорится, как обычно. Завтра работа, уже четверг. Вообще, вот, когда что-то делаешь, я имею в виду какие-то покупки. Вот я сегодня тоже покупала там всякие вкусняшки в рату. То быстро очень время проходит. И даже как-то устаешь, что ли, немножко. Уже хочется своей обычной жизнью. Вот я, например, опять кое-что забыла купить. Представляете, на завтра уже поставила себе напоминание, чтобы не забыть. Потому что у меня родственники уезжают в пятницу. И, то есть, потом уже времени не будет. Только если за следом, за самолетом бежать и кричать, я забыла, я забыла вот это передать. Можно, конечно, посылками слать и все такое, но у нас такие посылки дорогие, что легче деньги отправить и купят себе все, что надо и не надо. У меня уже голова высохла, обалдеть. Включила себе сейчас телевизор посмотреть погоду на ближайшие дни и что вы думаете. Включила и, как всегда, забыла. То есть, ушла на кухню, а все, погоду уже рассказали. Ее обычно рассказывают без 5-9. Такой прям хороший. И можно верить этим прогнозам. Ну, а как всегда, забыла. Ну, вроде бы по телефону смотрю, все нормально будет. Может быть, завтра съезжу все-таки на пляж и чуть-чуть позагораю, а то уже все загорело. У меня сестра такая загорелая, а я как бледная поганка. И это называется живу у моря. Ну, они были, хоть жили каждый день, им, как говорится, надо успеть. А я все думаю, что я успею, я успею, я успею. Потом уже не за горами август и что? А я еще и не купалась. Ладно, хватит разболталась. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. А мы пойдем отдыхать. Всем пока-пока и до завтра.